Шестью бессмертного полка порадую праздничному салюту в честь Дня Победы в этом году быть. Праздничные мероприятия постараются провести в привычном нам формате с песнями, танцами и победным размахом. Но дабы обезопасить наших последних героев, чувствовать их будут все же на дому. Без внимания ни в коем случае не оставят о том, что уже сделано к великому празднику и что только предстоит, расскажет Дарья Волокжанина. В этом году мы отметим 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Такого праздника, каким должен быть 9 мая, не проводили уже два года. Всему виной коронавирус. Время неумолимо идет вперед. Ежегодно уходит из жизни святое поколение участников Великой Отечественной войны. Сегодня память о героях мы сохраняем в книгах и монументах, а о тех, кто еще жив, стараемся заботиться ежедневно. Благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы», о старте которого объявил глава Коми на заседании Оргкомитета Победа, как раз о заботе и благодарности. Собранные в 2021 году средства, а это более миллиона рублей, направлены на помощь 234 ветеранам войны. В республике есть уникальный опыт, отмеченный правительством Российской Федерации. Это республиканский благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы», который ежегодно организует Республиканский совет ветеранов. Средства, собранные в ходе марафона, идут на необходимую ветеранам бытовую технику, мебель. Оказывается, материальная помощь и, что важно, реставрируются памятники и монументы павшим воинам в годы войны. Очень важно сейчас обеспечить достойный уровень жизни для наших героев. С 2016 года улучшены 1906 домов и квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Большая часть средств на эти цели выделяется республикой с софинансированием из местных бюджетов и внебюджетных источников. А с февраля этого года ремонт на безвозмездной основе может получить еще одна соцкатегория – «Дети войны». На 2022 год запланирован ремонт 650 квартир. И когда я пришла с просьбой к Владимиру Викторовичу в отношении выделения средств на ремонт жилья категории «Дети войны», которые очень нуждаются, я не ожидала, что та запрашиваемая сумма – 100 миллионов – она будет выдана нам и решена положительно. Мы сегодня получили 112 миллионов рублей для того, чтобы ремонтировать жилье детям войны. И дети войны не будут платить за это даже подоходный налог. Средства в бюджете на эти цели также нашлись. Бесплатное социальное обслуживание на дому тружеников тыла, узников фашистских лагерей и жителей блокадного Ленинграда – еще один важный шаг, который сделала республика за этот год. Услуга стала доступна с 1 января 2022 года. Теперь немного о здоровье. Ежегодно оздоровление в госпиталях и санаториях получают сотни ветеранов. Только в социально-оздоровительном центре Максаковка лечения прошли 178 героев. С этого года право лечиться в госпитале получили и последние свидетели войны – опять же дети. Помимо путевок увеличили и льготные выплаты. Министерством проработан вопрос увеличения размера республиканской денежной выплаты для граждан категории «труженики тыла» с 1 тысячи рублей до 3 тысячи рублей на постоянной основе. В республиканском плане мероприятия также будет предусмотрена выплата ко дню победы для граждан категории «дети войны». С 2020 года ее размер увеличен с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. За год сделано много, еще больше предстоит. Главное, что в этом году мы, жители республики, сможем выйти на улицы, собраться все вместе и сказать спасибо тем, кто ценой своей жизни защищал Родину. Истории тех тяжелых лет пока могут рассказать ветераны, которых скоро можно будет сосчитать по пальцам. До 9 мая в школах, колледжах и институтах пройдут встречи с участниками событий Великой Отечественной войны. Знамя победы побывает во всех учебных заведениях республики. А традиционное шествие бессмертного полка, парад и праздничный салют обязательно состоятся.